Я не придворная певица. Я и сейчас не придворная. И тогда не было. Алла Борисовна Пугачёва – главная артистка советской и российской эстрады. Её песни знают наизусть миллионы. Ею восхищаются и обсуждают все. Но последние два года российская пропаганда вспоминает о Пугачёвой только так. Пугачёва сбежала на Кипр из Израиля. Пенсионерка Пугачёва собралась провести гастрольный тур по Европе. Алла Пугачёва напугала жителей Кипра своим внешним видом. В Госдуме призвали Аллу Пугачёву публично извиниться за её ошибки. Её песни сняли с ротации на российских радиостанциях. Её больше не показывают по российским телеканалам. Российские политики обсуждают присуждение ей статуса иностранного агента и конфискацию её имущества. На каждый её пост в Инстаграме находятся хейтеры и среди комментаторов, и среди коллег-артистов. Но всё это, травля журналистами, запрет на ТВ и радио, происходит с Примадонной не в первый раз. Пугачёва была, что называется, неудобной певицей ещё на заре своей карьеры. Она не выглядела, как другие артистки советской эстрады. Она не пела об ударных стройках и комсомоле. Алла Борисовна пела о женской доле, была честной по отношению к своему зрителю, и это помогло ей завоевать всенародную любовь. В этом видеоэссе мы не будем пытаться рассказать подробности жизни и карьеры Аллы Пугачёвой. Вы и так их прекрасно знаете. Но ответим на вопрос, в чём её феномен? Почему к её мнению прислушивались? Когда она перестала быть аполитичной? Почему её песни всегда были народными? И главное, за что её травили в СССР и за что пытаются отменить сейчас? Историю известности Аллы Борисовны Пугачёвой связывают с её выступлением на конкурсе «Золотой орфей» 4 июля 1975 года. До этого больше 10 лет певица пыталась вырваться на советскую эстраду, но до «Орфея» ей это не удавалось. У Пугачёвой классическое музыкальное образование. Её мать, Зинаида Архиповна, мечтала, что дочь станет пианисткой. Но пианисткой ей стать было не суждено. Прогуливая уроки в музыкальной школе, Алла с подругой случайно оказались на прослушивании вокалисток в ансамбль композитора и дирижёра Ливона Мирабова. Так Пугачёва поехала в свои первые гастроли и записала первую песню «Робот». Потом пела в разных группах, филармониях, ездила на гастроли. В 1974 году Пугачёву пригласили стать солисткой ансамбля «Весёлые ребята». Именно с ними певица и поехала через год на конкурс песни «Золотой орфей» в Болгарии. После трансляции выступления по Центральному телевидению о никому неизвестной певице Алле Пугачёвой узнали по всему Советскому Союзу. Уже через месяц была выпущена первая пластинка певицы с песней «Орликина» с тиражом в 14 миллионов экземпляров. Судьбоносное выступление помогло Примадонне запустить сольную карьеру и навсегда изменить облик советской эстрады. Конечно, это был не последний её концерт. Более того, она была единственной на советской сцене, чьи выступления не были строго регламентированы. Это в те времена, когда в радиоэфир пропускали только людей с вылизанными номерами и идеально поставленным голосом. А таких, как Пугачёва, называли самодеятельными артистами. Она слишком свободно держалась на сцене. Ей многое разрешалось за счёт широкого признания публики. Но именно эта её внутренняя свобода изначально и помогла ей обрести народную любовь. Замкнутый круг, который позволил Алле Борисовне меньше оглядываться на сцену. За критику и запреты. И самой выбирать свой репертуар. Первый сольный альбом певицы «Зеркало души» вообще взорвал советскую эстраду. Смешение музыкальных стилей, рок, блюз и фанк – такое в СССР 70-х было невозможно даже представить. Выступила Пугачёвой на одной из самых престижных площадок Европы – концертном зале «Олимпия» в Париже. Легендарном месте, где в своё время выступали Эдит Пиаф, The Beatles, Pink Floyd. Однако в советских газетах писали, что на концерт Пугачёвой смогли продать всего 50 билетов. Это был первый звоночек. Советская номенклатура обеспокоена успехом певицы. Чиновники опасались. Такое широкое признание Пугачёвой и за пределами СССР может привести к её эмиграции. А такого они допустить, естественно, не могли. Почему люди в этой стране не радовались моим успехам за рубежом? Это всех жутко насторажило. Как будто они все были закодированные на какой-то определенный код. Не высовывайся. А высунулся – получи по башке. Раз, два, смотри, всё равно высовывайся. В конце 80-х обеспокоенность власти успехом Пугачёвой привела к тому, что из эфира были изъяты песни, клипы и записи концертов певицы. Но это не помешало её популярности расти и дальше. Сейчас кажется, что Пугачёву называли Примадонной всегда. Но на самом деле прозвище приклеилось к ней довольно поздно, уже после распада СССР. Однако уже задолго до прозвища Пугачёва исполняла авторитетную роль на отечественной поп-сцене. Это она привела на сцену Игоря Николаева, оказалась на подпевках у молодой группы «Наутилус Помпилиус» и учила петь Вячеслава Бутусова. С ростом влияния Аллы Борисовны советская пресса травила её всё чаще. Писали про её баснословные богатства, что она «зазвездилась». Но Пугачёва много лет жила на окраине Москвы в крошечной квартире, получала за концерт 26 рублей, а вместо гонорара предпочитала дефицитные товары. Она также, как и все, переживала переломные моменты истории своей страны. После катастрофы в Чернобыле Пугачёва стала одним из инициаторов благотворительного концерта для пострадавших и ликвидаторов. А через несколько месяцев певица сама выступила с концертом в посёлке под Припятью, без защитного костюма. В тот день ей аплодировали тысячи ликвидаторов. Затем распад СССР, ваучерная приватизация, дефицит и инфляция. Пугачёва в каком-то смысле сама стала предвестником перестройки на фоне Брежневского застоя. Но что будет дальше, не понимала, как и все тогда. «Я всегда считала, что перестраивать практически лучше, надо что-то строить. Потому что в наше общество как-то привыкло жить на разрушенном и на разрушении. Созидать надо, этому ещё учиться». В 1995 году Пугачёва даже выступила с новогодним обращением вместо президента Бориса Ельцина. Она говорила о том, что волновала тогда всех – качественные товары и безопасность. Но из её уст это звучало как решительное политическое заявление. Пугачёва как бы оставалась вне политики, беспартийной, не участвовала в закрытых кремлёвских концертах и не обращалась за помощью к чиновникам ни в СССР, ни в современной России. Но при этом авторитеты признания Пугачёвой были настолько широкими, что от неё действительно ждали каких-то резких политических заявлений. В конце 80-х годов певец Иосиф Кобзон стал народным депутатом СССР. От Пугачёвой ждали того же. Но певица в основном отшучивалась. Не возникало такой мысли выдвинуть свою кандидатуру на пост народного депутата? Знаете, у меня ни секунды не возникала такая мысль. Потому что, во-первых, я ещё попеть хочу. Кобзону можно уже там посидеть. А я ещё на стыле стоять хочу. После перестройки Пугачёва более активно стала участвовать в политике. В 93-м году певица косвенно поучаствовала в референдуме о доверии президенту Борису Ельцину. Агитки призывали голосовать «Да, да, нет, да», а Пугачёва записала песню. Позже она уже напрямую призывала в разные годы голосовать за Бориса Ельцина, Владимира Путина и партию «Единая Россия». Но каждый раз объясняла это тем, что доверяет этим политикам и их решениям. Пугачёвой верили, шли голосовать. Я давно знаю Владимира Путина, знаю его как умного человека, у которого слова с делом никогда не расходились и не расходятся. Сказал, не пойдёт на третий срок, значит, не пойдёт. Я пойду и проголосую за «Единую Россию», за его партию, а стало быть, за него. И вам советую сделать то же самое. После 2008-го она говорила, что разочаровалась в рокировке и тандеме Путина-Медведева. Борис Немцов предлагал Пугачёвой вступить в партию СПС, но певица отказалась. Уже в предвыборной гонке 2012 Алла Борисовна поддержала кандидатуру другого несистемного кандидата, олигарха и лидера партии «Правое дело» Михаила Прохорова. По словам Пугачёвой, патриотичного, порядочного и хозяйственного. Путин должен, я думала так, он должен себя окружить такими людьми, как Прохоров, для того, чтобы стать президентом, а не, как бы помягче-то сейчас брякну что-нибудь, а не таком паханом при криминальном обществе, понимаете? Помимо предвыборной агитации, Пугачёва пыталась взять в свои руки и решение некоторых социальных проблем. Так она стала членом общественной палаты в 2005-м, но ни одна её инициатива не была реализована. В перевыборах в Совет певица участвовать не стала. Меня больше интересует, как люди плохо живут, там, скажем, там у них их жилищные условия, маленькие пенсии. Вот это меня больше волнует. Против чего Алла Пугачёва может выйти и протестовать? Против чего? Я не буду против, я буду только за. За что? Я тебе говорю, ещё раз повторяю, за то, чтобы люди жили лучше, для того, чтобы, ну, вот, дети росли в нормальных семьях, чтобы мужики больше зарабатывали, чтобы настолько они зарабатывали, ну, много-немного, но так, чтобы жена могла не работать, а сидеть и воспитывать ребёнка. К мнению Аллы прислушивались. Она находилась на первых местах рейтингов влиятельности в ЦИОМ и уступала только Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву и Валентине Матвеевне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пугачёвой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Её песни начали звучать при Брежневе, продолжали при Горбачёве, Ельцине и Путине и совершенно точно переживут и его. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok